А какой твой, любимый, ты? Приветствую вас, мои кровожадные печеньки. Железная пасть. Именно такое прозвище журналисты дали каннибалу Николаю Джумангалееву. И это неспроста. Его жизнь и биография напоминают фантастический триллер, в чьих перипетиях достаточно сложно разобраться. Но мы постарались и собрали для вас самый полный ролик об алматинском людоеде. Также в ролике принял участие Руслан Покровский из канала «Материалы дела». Я благодарю его, что он озвучил все допросы Джумангалеева. Обязательно подписывайтесь на его канал. Ссылка в описании. Ну а сейчас на вас пристально смотрит Фауст 21 века. И добро пожаловать в «Колыбель ужаса». По данным доктилоскопической карты, Джумангалеев Николай Ясполович родился 1 января 1952 года. Выжил и проживал в поселке Узу-Нагач Алматинской области, казахский ССР. Исходя из записей следователя Дубягина Юрия Петровича, мать Николая была татаркой, а отец – казахом. Сам Джума считал себя потомком рода Чингисхана. Отец Джума был инвалидом войны, а мать всю жизнь проработала дояркой. Вниманием единственного сына в многодетной семье не обделяли. Николай был четвертым ребенком. У него было трое сестер. По другим данным, четыре сестры. Причем одна сестра, как утверждал Модестов, пропала при неясных обстоятельствах, что вызывало естественные вопросы к Джумангалееву. Но тот уверял, что никакого отношения к ее исчезновению не имеет. На момент совершения будущих преступлений мать и отец жили на краю поселка Узунагач в частном доме. Рос он здоровым, послушным ребенком без особых странностей, но с обостренным чувством справедливости. Также обсуждалось его бережное отношение к животным, нашим меньшим братьям. Он был готов на все, чтобы защитить их во что бы то ни стало. Что любопытно, это не мешало ему охотиться с 12 лет. Он очень любил читать про животных и традиции разных народов. Особое впечатление на него произвели описываемые ритуалы, жертвоприношения животных и людей. В отличие от большинства серийных преступников, Джумангалеев не был в молодости замкнутым и скромным. Проблем со сверстниками не возникало. Вот что вспоминала о нем родная мать. Так он был замечательный, как девчонки сами приходили. Я бывала вилы беру, вот тут чистый сад, и этих девчонок гоню отсюда. Ну и все, он нам будет фотографировать. А я все боялась, что он в спорте не перемещал. Сам у меня есть, я до эрка была, у меня два, эти, ну ковра так маленькие дали, думаю. А то даже говорили, что это квартирный экран, думаю. Эти, какие девчонки, не знаю. Давай их. Не ходить, думаю, в окошко залезь, да мой ковер утащит. Беру, вравли, и какой тебе коль? Он нам говорит, иди ты с Колей-молей беру и гоню. Я их гнала, эти девчонки, уши заручили. А сами ходили на коль. В общем-то у него так, и детей не получили. Не, 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 не было. Не женился, так, глядили, хочу. Коль. Это так же и повар, а они там товарищи. В армии, да? В армии, в армии. В школе Николай учился посредственно. Перебивался с тройки на четверку и не отличался от большинства своих сверстников. Какой-либо особой агрессии так же не проявлял. Однако привлекал к себе внимание со стороны девочек. Окончив девятый класс, в 16-летнем возрасте он поступает одновременно в вечернюю школу и в Алматинское железнодорожное училище. Окончив училище в 18 лет, он был направлен на работу в Гурьев. А затем с ноября 1970 года по ноябрь 1972 года служил в войсках химической защиты в Самарканде и Атаре. Из-за приятной внешности и харизмы у Джуму Галеева в целом не было проблем с поиском сексуальных партнерш. Бесконечные половые контакты в конечном итоге подарят ему букет венерических заболеваний. Я начал половую жизнь с 1970 года, когда мне было 18 лет и у меня постоянно было несколько девушек. Они меня любили, но я не знаю за что. В 1977 году я заразился сифилисом от Татьяны П. К этому моменту Николай начинает испытывать отвращение к половому акту. Но, тем не менее, он не будет брезговать своими будущими жертвами. После службы Джуму Галеев жил какое-то время в родном поселке, где три месяца работал электриком. Впоследствии он ни на одном месте не задерживался надолго. В 21 год он попытался выучиться на шофера и поступить в казахстанский университет в Алма-Ате. Ни первое, ни второе не удалось. Тогда через несколько месяцев Джуму Галеев отправляется на заработки в Караганду. Именно с этих пор он становится кочевником. Плавал матросом в Атлантике, работал в Мурманске, Салихарде, электриком на Печорской ГРС. Побывал в Якутии, трудился на Алдане, бульдозеристом. Участвовал в экспедиции в Коме, отметился на Чукотке, в Билибино и в Магадане. Нигде долго не задерживался, максимум два-три месяца и снова в путь. Платят копейки, а труд тяжелый. Именно в это время он неожиданно для себя встречает девушку, которая проникается серьезными чувствами. Всячески за ней ухаживает. Однако на одном из свиданий она говорит, что не только не испытывает к нему взаимных чувств, так еще и замужем. Это стало для избалованного женским вниманием Николая настоящим ударом и новой причиной для ненависти по отношению к женщинам. Их неверность и ветренность раздражали его, хотя он сам, по сути, будет заниматься тем же самым во время некоторых длительных отношений. В апреле 1977 года Николай вернулся в Узу-Нагач, где устроился работать пожарным и проработал там более двух лет, до первого ареста. С того момента, как он вернулся домой, он уже загорелся идеей борьбы с матриархатом. По его мнению, женщины на севере больше походят на мужчин, были грубыми, издевались над геологами, вели себя высокомерно, курили, ругались матом, спали с кем попало. Одним словом, жили не так, как велит ислам. Со временем ему вообще стало казаться, что большая часть человеческих бед происходит именно по женской вине. От них, от женщин, все несчастья, тюрьмы, преступления. И Джумагалиевы захлестнули мысли о том, что именно ему нужно стать тем человеком, который, по его убеждениям, будет приносить пользу обществу и бороться со злом. Там рождался план Заполярье. Уже, уже, когда я отбыл, там где-то, пробыл года полтора-два, уже вот такие вот мысли такие начали, что надо с этим злом бороться, это как болячка общества. То есть, все ваши враги женщины были? Поздравлять общество нужно было с этого, так мне казалось. Николай также говорил о том, что ему снились и непроизвольно возникали зрительные галлюцинации отдельных частей обнаженных женских тел и внутренних органов. При этом он испытывал половое возбуждение. Медленно так плывут руки, ноги, торсы. Я стал на сторону животных и с людьми делал только то, что они делают с животными. К первому преступлению готовился заранее. В своих работах Модестов утверждал, что жертву он выбирал из-за ее распущенности. Наводил справки и выносил приговор. Убить неверную. Но одно дело представлять это, а другое дело реализация. На совершение своего первого преступления у Джамагалиева ушло два года. Писали также о том, что в конце 1978 года он стал прорабатывать план, как добыть женщину, разрезать ее и изучить строение внутренних органов. Якобы он решил, что можно стать пророком, напившись крови, и уменьшить половое влечение, наевшись плоти. Так сказать, плотью и кровью ее. Первое преступление Джамагалиева датируется 6 января 1979 года. Жертвой была Надежда Андронник. В реальности добрая и отзывчивая девушка, которая возвращалась из молитвенного дома в селе Узунагач, в поселке Фабричный, где и жила. Что касаемо обстоятельства рассказа Джумы о первом преступлении, то от них веет каким-то загробным мистицизмом. Вот запись, сделанная Евгением Самовичевым со слов маньяка. «Было темно. Я поджидал на улице. За десять минут до этого начали выть собаки. Наверное, почувствовали что-то. Я ее догонял, в руке нож. Она обернулась, я ударил в область сердца. Оттащил в сторону метров на десять-пятнадцать. Неожиданный шум. Лег с ней. Потом оттащил дальше, расчленил и в разных местах спрятал. На костре я ее не жег. Закопал и пошел домой. Был удовлетворен. Испытал духовное наслаждение. Как будто долго шел к цели и достиг ее». На допросах он говорил, что пил кровь из горла надежды. А отрезанные части якобы планировал приготовить по старому рецепту. В кипящем кобыльем молоке растопить внутренний жир. Затем перемешать и полученный раствор. Должен был приблизить его к самому богу. Однако подтвердить это по существу было невозможно. Тело было обнаружено 20 января 1979 года. Из протокола осмотра места преступления. На свалке Каргалинского суконного комбината обнаружены части тела женского пола. Две ноги. В 15 метрах от них резиновые сапоги. Распоротые острым предметом у голени. Под кучей камней, земли и проволоки обнаружена грудная клетка и руки. Обе груди вырезаны. При осмотре ног установлено, что надрезы начинаются на 15 сантиметров выше пятки и идут дальше до суставов. То есть икры отсутствуют. Голова отсечена на уровне первого шейного позвонка. В своей книге «Следующая жертва ты», участвующий в поисках Джумагалиева, полковник милиции Юрий Дубягин отметил следующее. 22 января дополнительно осмотрели место происшествия. И только тогда было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Читая эти сообщения, хочется закричать, чтобы все услышали и не допускали в своей работе элементарной халатности и глупости. Почему уголовное дело при обнаружении расчлененных частей тела было возбуждено с опозданием на два дня? Да, часто мы ждем заключения судмедэксперта и не приступаем к расследованию. Но в данном случае факт преступления очевиден и ужасен. Как знать, если бы не потеряли два дня, могло бы не произойти и последующих шести преступлений. Садист и убийца гулял на свободе и не боялся никого. Надежда была баптисткой, поэтому в народе поползли слухи, что это жертвоприношение их секты. Из-за этого следствие пошло по ложному пути, отрабатывая версию баптистов, которых советская власть обвинила во всех смертных грехах. Нет, конечно же, баптисты — это секта, и в ней нет ничего хорошего, но они были тут ни в чем не виновны. Когда первоначальная теория о секте отпала, решили присмотреться к ближайшему окружению девушки. Так наткнулись на некого Вадима Зенцева, который был влюблен в надежду и преследовал ее. У молодого человека были планы на то, чтобы жениться на ней, но по законам секты она не могла этого сделать. Молодой человек признался в совершении преступления, однако его показания были совершенно неадекватны и не состыковывали с объективной реальностью. Он не мог совершить нападение в ее доме, разделить ее в ванну и отвезти на свалку. На это ничего не указывало. Во время медицинского обследования Зенцева ему диагностировали вялотекущую шизофрению. А далее, мои уважаемые зрители, мы вступаем на территорию дикой неразберихи, из-за которой действительно можно сломать свой мозг от количества противоречий в различных источниках. У Джумагалиева, по публичным данным, 10 жертв. Но какие-то подробности о его жертвах постоянно меняются, путаются и порой неизвестно откуда берутся. Даже сам Юрий Петрович Дубягин при составлении хронологии в своей книге столкнулся с той же проблемой. Вот по его таблице. Лишение жизни гражданки Крюгер. 21 апреля 1979 года. Рядом с записью отмечено. Тело не найдено, поэтому числится в розыске. Но при этом в другой его книге написано следующее. Второе тело обнаружили в поселке Узу-Нагач. И что эта женщина, как и Андронник, была баптисткой. Репортаж Ленты.ру рассказывает нам, что в апреле была лишена жизни пожилая женщина, которая шла из церкви домой. Но вот если мы посмотрим на эту официальную фототаблицу, осмотр места убийства Лаврищевой и ее дочери Александры, то увидим, что дата произошедшего 20 апреля 1979 года. А Дубягин пишет, что Лаврищева была убита 21 июня 1979 года. Джумагалиев проник в жилой дом и зарезал там пожилую Лаврищеву и ее дочь Александру. В тот момент проснулась маленькая дочь Александровой, которая умудрилась спрятаться в шкафу. И ее маньяк не заметил. Со слов девочки убийца пил кровь, испорезав на шее ее мама. Описала ли она преступника или нет, остается тайной. Александр Гинсбург, начальник штаба МВД Казахской СССР, присутствовал на допросе Джумагалиева и по данному делу, сообщил о таком разговоре. Почему убил вначале бабушку, а потом спящую молодую? Я начал пить кровь, а она у старой оказалась невкусной. У той, другой была вкусная. На полу были найдены кровавые отпечатки пальцев и ладони. Говорили, что Джумагалиев поранил ладонь. Наконец-то у следствия появились хоть какие-то улики, которые могли помочь поймать преступника. Возвращаясь ко второму преступлению, нам удалось найти официальные подробности в фильме Дубягина о поисках Джумагалиева. Там на кадрах следственных действий показывают фото таблицу. С места лишения жизни Анна Кригер. Упомянуто, что преступление было совершено весной 1979 года. Джумагалиев выследил женщину, залез в укромное место, а затем резко выбежал и сзади заколол жертву ножом. Он пробовал пить ее кровь, но жертва была в состоянии алкогольного опьянения. Он это почувствовал и с его слов даже немного захмелел. После этого разделил тело на части и закопал. Еще уточнил, что не употреблял ее мясо в пищу. Далее он совершает нападение на Марину Волкову 27 июня 1979 года. Описанный случай довольно комплексный и закрученный. Но для полноты картины нам нужно рассказать о нем во всех подробностях. Позвольте привести фрагмент книги Дубягина «Следующая жертва ты». Весной 1979 года молодая сибирячка Татьяна Якина вернулась в Узунагач, Алматинской области, после неудачной поездки в отпуск к бабушке в Сибирь. И обнаружила, что ее квартиру взломали. Вещей у Татьяны было мало, но все хорошие. Поэтому, недолго думая, она пошла в милицию. Без особого желания, но заявление о краже приняли. Однако спешить и искать грабителя никто не хотел. Расстроенная Татьяна решила вернуться домой и привести скрытую квартиру в порядок. И на остановке столкнулась с улыбчивым Джумагалиевым. Она лично с ним не была знакома. Но слышала о нем много хорошего. Он был местным авторитетом. И не только для своих и соседей, но даже для алматинских молодежных группировок. О нем говорили, что он прекрасный охотник. Еще говорили, что умеет организовывать пикники в горах. Прекрасно знает местность. Старые забытые охотничьи тропы. И цветущие маковые поляны. От своей подруги с работы знала, что Джума разбирается в технике и может отремонтировать любые часы. И тому подобное. Татьяна почувствовала на себе власть этого спокойного и умного парня. Пока ждала автобус, рассказала о событиях своей жизни. Николай проводил ее домой. Засиделись допоздна. И получилось как-то просто и естественно, что он остался ночевать. Ей казалось, что столь быстрое сближение было как бы предопределено ранее. Еще тогда, когда она услышала, что Джума – это пятница по-казахски. А оно и было в пятницу. С той самой ночи Николай стал приходить к Тане. И оставаться у нее, когда хочется. Прошло достаточно времени. И вот однажды, возвращаясь с работы, Татьяна увидела женщину в своей кофточке и блузе. Ошибиться она не могла. Поэтому решила проследить за воровкой. В голову не приходило, что женщина могла быть непричастной. Купить вещь с рук. Или что рядом могли оказаться крутые подельники. Уж слишком она боялась потерять свои вещи. Проследив какое-то время за предполагаемой воровкой, на одной из остановок она увидела милиционера. Преступница стояла около двери. Якина крепко схватила ее за руку и вытолкнула из автобуса. И отчаянно закричала. «Помогите! Помогите!» Собралась толпа, и женщин забрали в отделение милиции. Как и предполагала Татьяна, ее заявление о краже не нашли. Но на этот раз все-таки возбудили уголовное дело. Следователь, сотрудники милиции и даже понятые приехали с обыском на квартиру обвиняемой. Отпиралась воровка недолго, ибо Татьяна находила на своих вещах такие детали, что там и слепому сомневаться не приходилось. И в итоге оказалось, что кражу совершили братья обвиняемой Волковы. Хорошее настроение и радость завершения бесперспективного дела исчезла с появлением Николая. Вечером он в обыденном порядке заглянул к Татьяне и увидел вернувшиеся вещи, которые она специально разложила на кровати и стульях. По непонятной причине Николай узнал о том, чем кончилась история с кражей. Но он вдруг стал кричать и даже ударил девушку по лицу. Такого в их отношениях еще не было. Татьяна сначала испугалась, а потом обиделась. Джумагалиев понял, что чересчур расслабился и взял себя в руки. «Понимаешь, можно было все устроить мирно, без шума, без милиции, если бы ты мне сказала. А теперь Марина и ее братья получат срок, а мне их по-человечески жаль». Татьяна еще тогда не догадывалась, что Николай был близко знаком с Мариной и сожительствовал с ними обеими. Слово за слово Татьяна успокоилась и даже пообещала сходить и забрать заявление. 27 июня 1979 года Николай пришел к Татьяне вместе с Мариной Волковой, объяснив ей, что они должны помириться, и пригласил к себе домой, на улицу Чапаева, где проживало семейству Джумагалиевых. Татьяне он поручил готовить плов, а сам уединился с Волковой в сарае, что напротив дома. На вопросительный взгляд Татьяны ответил «Нам надо поговорить». После этого девушка осталась одна у плиты. К тому времени она уже часто бывала в этом доме и уже считала себя молодой хозяйкой, ведь Николай говорил, что любит только ее и хочет на ней жениться. Не дождавшись, пока плов будет готов, Татьяна решила заглянуть в сарай. В это время раздались душераздирающие крики. Якина тут же подбежала к двери в сарай и попыталась ее открыть, однако та была закрыта с оборотной стороны. От страха начала стучаться в дверь и дергать ручку. Крик оборвался. Она и подумать не могла, что именно таким образом закончится человеческая жизнь. В сарае с Волковой, по ее согласию, я совершил половой акт в обычной и извращенной формах. Этого мне показалось мало. Я стал избивать ее. Удары по животу у женщин мне всегда доставляли удовольствие. Жертва меняется в лице и корчится от боли. Ее крик привлек внимание Якина и та стала стучаться в дверь. Продолжая совершать половой акт, я одновременно стал душить Волкову. Разрушая наступившую тишину, раздался голос Николая. «Ты чего стучишь? Иди в дом и смотри, чтоб плов не подгорел. Мы сейчас придем». Татьяна вернулась в дом. Не помня себя, сидела в оцепенении на кухне. Марины и Николая все не было. «Когда Якина ушла в дом, я потихоньку вышел из сарая и забрался на чердак, где у меня в рюкзаке хранились инструменты. Туристический топорик, несколько ножей». Татьяна в это время сидела на кухне. В сарае я расчленил Волкову, порезал на мелкие кусочки и засолил в бочке. Ее мясо использовал для еды. Татьяну в тот вечер я больше не видел. Она ушла, не дождавшись меня. Он также говорил, что пробовал пить кровь Волковой. Татьяна через какое-то время все же вернулась к сараю. Но на этот раз дверь открылась легко. Но внутри никого не было. В сарае было темно. Но тем не менее она вошла внутрь и стала идти на ощупь. Как вдруг ее коснулась безжизненная рука. Она резко вскрикнула, но никакой реакции не последовало. В ужасе Якина выбежала на улицу. Наступали сумерки. Женщина была испугана и терялась в догадках. Еще полностью не осознав произошедшее, она спряталась в кустах у ограды. Увидела, что вскоре у дверей сарая появился Джумагалиев. Зажег свет и начал возиться. Через какое-то время вышел и позвал Татьяну. Она не шелохнулась. Николай стоял и вслушивался в темноту, как дикий зверь. Выждав немного, Татьяна побежала домой. Два дня она скрывалась от своего возлюбленного. На третий пошла за хлебом. И от знакомого милиционера узнала, что Волкова пропала. В конце недели Джумагалиев выследил Татьяну. Она потребовала объяснений. А он ей и выдал. Мол, Волкова настаивала, чтобы он расстался с Татьяной. И женился на ней. Николай вспылил и оттолкнул ее. А та упала и стукнулась головой о бочку. От боли и злобы издала такой вопль, что даже Николай испугался. На вопрос, куда потом она делась, Джумагалиев пожал плечами. «От меня она ушла. Теперь уж кто ее знает. Скрывай, сапади, чтоб за кражу не посадили». Таким образом, ему удалось успокоить женщину. Тем более, вновь обещал на ней жениться. А Волковы постепенно забыли, в том числе и милиция. Был человек и исчез. Не забыл только Джумагалиев. Он для себя сделал вывод, что лишение жизни, истязание жертвы и даже людоедство могут остаться безнаказанными. И он стал совмещать, так сказать, приятное с полезным. Нападая на жертву, чувствовал себя сверхчеловеком. И в то же время получал парное мясо. А готовить Джумагалиев любил и умел. Еще в армии был поваром. Превращал своих жертв в национальные блюда. Дубядин в своей книге подчеркивал, что Джума сильно любил готовить пельмени. И, вероятнее всего, частенько баловал себя ими из мяса своих жертв. О том, что столь хороший и добрый с виду человек может оказаться преступником, никто не думал. И даже если кто-нибудь заикался о Николае Ясполовиче, начальнике пожарной охраны, этого человека моментально бы обвинили в клевете. Народ видел, как Николай переживал, когда неосторожно убил своего товарища. Это произошло в 1979 году. Из частного расследования удалось извлечь следующую информацию, что неосторожное преступление было лишь инсценировкой для сокрытия умышленного убийства Волковой. Но, опять же, об этом никто не думал. Ведь Джумангалиев так вошел в роль, что чуть не лишил себя жизни из-за товарища. Но мы с вами взрослые ребята и все прекрасно понимаем, что это был театральный фарс. Ведь с каждым может случиться. Чистил он такое ружье, а оно бах и выстрелило. Да так метко, что человека и не стало. И наказание он понес. Правда, отсидел меньше года. За хорошее поведение и по амнистии. Его условно отпустили. Привлекли к труду на стройке народного хозяйства. А первоначальный срок составлял 4 года и 6 месяцев. Также была информация, что в институте Сербского врачи признали Николая невменяемым. Другие утверждали, что во время следствия психиатры поставили ему диагноз шизофрения. Именно так ему и удалось обойти срок стороной. И попасть на принудительное лечение. И спустя год врачи сочли пациента практически здоровым и отпустили. В любом случае, 10 октября 1980 года он прибыл в спецкомендатуру номер 1. Поселка Бурундай. И через месяц, 8 ноября 1980 года, и лишил жизни только что родившую гражданку Гладких. Спящий рядом жертвой младенец нисколько не смутил маньяка. Он нанес женщине 18 ножевых ранений. Так бы и вершил зверь свои злодеяния, но в ночь на 13 декабря 1980 года он завершил страшную ошибку. И здесь мы вновь сталкиваемся с расхождениями данных. Но я постараюсь выделить несколько версий. Версия Дубягина из книги «Как не пропасть без вести», которая, на мой взгляд, правдива лишь отчасти. Со временем он присытился подвигами, о которых никто не знал. Ему захотелось славы. Джумагалиев пригласил к себе друзей. Стол щедрого хозяина ломился от угощения. В спиртном гости тоже недостатка не ощущали. Хотя сам хозяин был трезвенником. Изрядно выпив, гостям захотелось развлечений. Тогда Николай предложил им посмотреть на голову Тани. С пьяну расслышав «Голая Таня», они с энтузиазмом приняли предложение. Пока хозяин отсутствовал, гости с удовольствием ели манты. Но вот дверь открылась, и на пороге появился хозяин, держа в руках окровавленную голову Манухиной. Гости моментально протрезвели. Один забился в истерике, другой кинулся в милицию. Этого Джумагалиев не ожидал. Его расчет был прост. Товарищи, которые только что ели манты из человеческого мяса, стали соучастниками преступления. А значит, будут больше бояться и уважать своего начальника. Но не тут-то было. Когда домой пришли милиционеры, Джумагалиев встретил их со спокойным видом и сказал, что, мол, его товарищ совершил преступление и лишил человека жизни. А он его охранял до прибытия милиции. Спокойствие Джумагалиева привело их в замешательство. Воспользовавшись этим, преступник выпрыгнул в окно. Версия Николая Модестова, в которую, если честно, верится с трудом, звучала так. Задержали Николая Джумагалиева, что символично с куском человеческого мяса в руке. Обстоятельства были таковы. Выпивал с приятелями и распущенными женщинами. С одной из них зашел в соседнюю комнату. Совершил с ней половой акт и решил сделать эксперимент, еще раз посмотреть, вылетает душа или нет. В книге прочел «Если крови выпьешь, то будет пророчество, а самое вкусное — человеческое мясо». Она спала, я ее ударил. Тазик был для стока крови. Тогда же сделал несколько глотков крови. Раньше иногда пил баранью кровь. Потом отрезал от шеи кусочек мяса. Начал ее разделывать. Отчленил голову, руки. Дальше не успел. Я был голый. Друзья увидели, бросились по домам в шоковом состоянии. Заявили в милицию. Четверо оперативников прибыли по вызову. Застали маньяка обнаженным и сидящим на постели. Он разделывал тело жертвы и вымазался в ее крови. Увидев неожиданно гостей в форме, Джумагалиев, как и был, голый, И с топориком и ножом в руках. Бросился бежать и скрылся в горах. Почему я не склонен доверять этой версии? Потому что все, что здесь представлено, Противоречит всем остальным источникам. И фотографиям. С места преступления. Топор, как мы увидим, далее никуда не девался. А лежал на месте преступления. А тело явно находится не в спальне. Самая достоверная версия была продемонстрирована В документальной передаче «Легенды советского сыска». Она перекликается с книжной версией Дубядина И некоторыми газетными статьями от 1991 года. В доме Джумагалиева сидели двое друзей и выпивали. Поедали угощения со стола. Как вдруг Николай предложил им порезвиться. Те соглашаются, и тот с вопросом. А вы женскую голову видели? Выносят голову Манухиной. И ставят ее на стол. Парни тут же ринулись прочь из дому. И лишь услышали, как Джумагалиев засмеялся. Только под утро милиция приехала к дому Николая. Все ставни в доме были закрыты. На стук никто не реагировал. Пока внезапно дверь не открылась, и на пороге в крови не возник полуголый каннибал. Воспользовавшись замешательством работников милиции, Джума убегает в неизвестном направлении, растворившись в сумерках. В доме на кухне была настоящая кровавая баня. В кастрюле варились куски мяса. А на коврике лежало обнаженное безжизненное тело без головы. Правда, рука была полностью отделена на уровне надплечья. Спереди и чуть сзади стояли четыре таза. Три белых и один серый. А перед ним находились два куска отделенной правой руки. По остальным были небрежно распиханы остальные отрезанные части. Возле одного из тазов также нашли небольшой черный туристический топорик. Рядом лежала голова с закрытыми глазами. Преступник с неизвестной целью нанес порезы на обе щеки жертвы, изображая нечто похожее на улыбку Глазгу. Тем временем в Узу-Нагач и поселок Фабричный начинается работа специальной поисковой группы. Людям советуют не покидать дома, так как опасный преступник и каннибал находятся на свободе. Вскоре милиция получила информацию, что Джумагалиев был замечен голым, идущим по направлению к дому своих дальних родственников. Родственница, встретившая оперативников, на вопрос о том, где Николай, ответила что-то не членораздельное. В доме происходит обыск, но ничего не находит. Уже думали, что преступник вновь их обошел. Но при повторном осмотре работник милиции Александр Голдовин замечает, что в старые доски пола вбиты новые гвозди, после чего было принято решение вскрыть полы. И вот там-то и скрывался уже чистый и умытый Николай, который к тому времени уже придумал себе личную защиту. Мол, он психически больной человек, его лечить надо. Он начинает рассказывать, что всерьез увлекается оккультизмом. Читает книги по колдовству и черной магии. Якобы в книге «Черный туман» он прочел, что если порезать человеку горло и пристально смотреть, то можно увидеть, как душа покидает тело. Говорит, что смотрел, да ничего не увидел. Много чего он рассказывал. Да вот только вряд ли многое из этого правда. Это больше всего похоже на манипуляцию. Чтобы смотрели на него и говорили, ай-яй-яй, ну точно невменяемый, его лечить надо. То же самое со всеми этими историями про галлюцинации, сны, прозрения и снадобья из растопленного жира. Не забыли? Он ведь сам тогда себе диагноз поставил. Параноидальная шизофрения. Но, тем не менее, он прекрасно сотрудничал со следствием и даже указал на места захоронения останков волковой, которую на следующий день после лишения ее жизни закопал в поле, а также останки гражданки Кригер. Важный момент со слов матери Джумагалиева, что, когда его отец узнал о преступлениях сына, вскоре скончался. В 1980 году арестовывают преступника, но практически не завершают расследование его преступлений до конца. Прокуратура Алма-Атинской области отправляет Джумагалиева на экспертизу, и в сопроводительном документе впервые появляются слова «душевно больной». Хотя определить это могут только врачи, а не работники прокуратуры. Алма-Атинские психиатры не смогли прийти к одному мнению и направляют подследственного в Москву, в институт имени Сербского. Он находился там несколько месяцев, после чего высшая инстанция ответила однозначно «психически болен». Диагноз спасает жизнь людоеда от высшей меры. Алма-Атинский суд выносит приговор, на основании которого его отправляют на принудительное лечение. В 1989 году медицинская комиссия Ташкентской больницы признает Джумагалиева выздоровевшим и обращается в районный суд с ходательством об изменении ему места и условий лечения. Суд принимает во внимание эти документы и существенно изменяет его жизнь, направляя поближе к дому, в поселок Александровка Алма-Атинской области, в самую обычную психиатрическую больницу. Для сопровождения выздоровевшего каннибала без передних зубов выделяют двух медработников, санитарку и ранее судимого санитара. По неизвестным причинам они опаздывают на свой рейс и в аэропорту Манас в 6 часов 30 минут утра Николай Джумагалиев прячется от санитаров в кустах. А потом, когда они замечают его исчезновение и начинают повсюду искать, медработники по какой-то причине не идут за помощью в милицию. Ищут сами до последнего. Разумеется, безрезультатно. Когда за дело берется уголовный розыск, проходит критическое количество времени. Исходя из фильма Дубягина, Джумагалиев успел в это время навестить мать и оповестить ее, чтобы она была готова ко всему. В том числе, попадение его в тюрьму под чужой фамилией и по более легкому делу. Вскоре была выпущена ориентировка с не очень качественной фотографией Джумагалиева. Когда за дело взялся Юрий Петрович Дубягин, то вместе с коллегами сделал несколько рисованных фотороботов преступника. В разных эмоциональных состояниях. В отечественной криминалистической практике такого еще не бывало. Тем не менее, на портреты, опубликованные в газетах и других местах, просто никто не обратил внимания. В том числе работники московского оперативно-розыскного отдела. Тем временем от местных Джумагалиев узнал, что алматинские сыщики были готовы застрелить его при задержании и попытке бегства. Поэтому на какое-то время он перебирается в Москву и Подмосковье. Пока шло расследование, удалось перехватить письмо Джумагалиева, которое указывало на то, что он находится в Москве. Честно говоря, скан этого письма настолько отвратительный, что разобрать, что там написано, очень сложно. В книге была предложена вот такая версия. Володя, здравствуй. Как дела у моих? У меня все хорошо. В Москве бумажный бум. Ну пока. Есть ощущение, что текст отличается. Но там на самом деле, что хочется, то и видится. Можете предложить свои версии в комментариях. И хотя письмо было подписано, эксперты установили, что оно написано рукой Джумагалиева. Видя тщетность попыток расшевелить министерство на поиске и задержание каннибала Юрий Дубягин написал статью «В столице скрывается людоед» для газеты «Куранты», которую опубликовали 8 августа. В нем сообщалось, по оперативным данным, Джумагалиев находится в Москве или окрестностях. Под статьей вновь опубликовали портреты, сделанные художником Игорем Лещенко. Когда Николай увидел свои портреты в газетах, решил больше не рисковать и покинул Москву. Кстати, по другим данным, Джумагалиева в Москве не было. А письмо по его просьбе переслали одному из родственников, чтобы отвлечь МВД от поисков преступника в горах Киргизии, где он прятался. Для него это был шанс вырваться из плотного кольца, которым окружили горы силы регулярной армии. А Дубягина тем временем собирались уволить за дискредитацию правоохранительных органов. Вот что он пишет в своей книге. «Я решаю предпринять последнюю попытку. Беру отпуск и еду в Чемкент, где, по полученным мною сведениям, находится людоед. Уголовные паханы дали мне примерную наводку. Джумагалиев находится в Чемкенте, но под другой фамилией. Под какой именно, они не знают. И вот я, имея 45 суток и 5 портретов в экспрессии лица, вылетаю в Чемкент. Я хорошо запомнил тот субботний день, когда прошел 8 камер до отказа, набитых людьми. В каждой было по 60-70 человек, и все они были казахи. За спиной у меня конючил усталый сопровождающий, которому уже все порядком надоело. Когда я вошел в последнюю камеру, то, как и в предыдущих, стал внимательно вглядываться в лица казахов и вдруг увидел Джумагалиева. Я долго готовился к этому моменту, и у меня даже была заготовлена речь, но теперь от неожиданности все вылетело из головы. Я только смог произнести. Коля, ты! Джумагалиев встрепенулся. Не помня себя, я подбежал к нему, схватил за руку и увидел наколку Ка. Сомнений не было. Передо мной был каннибал Джумагалиев. Но как такое произошло? Джумагалиев был хитер и изворотлив, и практически два года он скрывался. Даже представить страшно, какие зверства он мог совершить за это время. Со слов самого Николая, он скитался по горам Алатау. Жил там в шалашах и пещерах. Охотился на зверей. Собирал лечебные травы. А затем менял их у местного населения на продукты и спички. Иногда Джумагалиев выбирался в окрестности города. В основном на территории Киркизии я был. Я собирал мумиё, лекарственные растения, менял их на продукты с местными жителями. 29 и 30 октября 1991 года я встречался с ним в СИЗО номер один Ташкента. На мой вопрос, где он был и что делал с 27 августа 1989 года по 15 апреля 1991 года, Джумагалиев нагло заявил, что жил отшельником в горах. При этом никто его не видел и не мог подтвердить его правоту, кроме него самого. Я обратил внимание, что когда Джумагалиев находился в психбольнице, у него не хватало нескольких передних зубов. Теперь зубы появились. И на этот вопрос он готов был дать ответ. Дескать, весной 90-го года он спустился на два дня в один кишлак, нашёл стоматолога и вставил зубы. Название кишлака и фамилию стоматолога не помнит. В апреле 1991 года решил вернуться к людям. И вернулся. Между тем, похвастался, что из винтовки ТОЗ-8 он убивает куропатку с расстояния 100-120 метров, предваряя мой предыдущий вопрос, почему стрелял в людей. Джумагалиев совершал гаражи вот из этих домов. Из этих шести домов. А сильные вещи, домашние обиходы. Всего им было обакрано 500 на 5 тысяч рублей вещи. Когда узнали об этом хозяева дома, за ним началось гонение. Гнали за ним. Сначала его искали, долго искали. Когда нашли, начали гнаться за ним. И все они пошли за ним вот в эту сторону. Он бежал вот на это колхозное поле. Там где-то в середине задержали. Задержали его с вещами. Поличным задержали. А он, когда он бежал от них, из своего винтовки, вот из этой винтовки, ствол будем назвать, из этого ствола произвел несколько выстрелов. Два выстрела попал, как я назвал выше, Ирматов и Турдуматов. Но правда, повреждение было не очень серьезное. В конечном итоге у Джумангалиева закончились патроны. И его задержали. Представляете, они меня там чуть не повесили. Задержанный Джумангалиев изначально представлялся как Азылгараев Николай Ясполович, гражданин Китайской Народной Республики. Но через неделю изменил показания в отношении своего имени, отчества и фамилии. Заявил, что он Абаков Нарманн Майкопович. Документов при нем, разумеется, не было. Он сразу же сочинил легенду о том, что у нас в стране жизнь лучше, богаче. Поэтому 1 апреля перешел государственную границу. Но убедился в обратном, здесь еще хуже, чем в Китае. От разочарования и голода совершил кражу личного имущества, в чем чистосердечно раскаивается, и готов понести наказание. стрелял из винтовки, которую якобы украл в кишлаке и добавил. Винтовка не моя, но доказать сложно. Ведь, сами понимаете, никто не сознается. Зачем отбывать наказание за хранение огнестрельного оружия? Также в беседе с Дубягиным он скажет. Парень, по тебе плачет вышка, и я тебе ее обеспечу. Начальник, прежде я тебя съем. Не вызывает сомнений, что изменение биографических данных со стороны преступника это хорошо продуманная акция. Для него важно было оставаться как можно дольше нераскрытым. Джумагалиев прекрасно знал, что его ищут, что угрозыск Алма-Атинской области постоянно посылает запросы в соседние и дальние регионы. Но об этом по совершенно неизвестной причине не знали в прокуратуре Ферганской области. Следствие и розыск бездействовали, а время работало на преступника. К слову сказать, смена фамилии ничего не меняла с позиции качества розыска. Следователь был обязан проверить обвиняемого по алфавитно-дактилоскопическому учету информационного центра МВД республики, а проще говоря, проверить отпечатки пальцев. Джумагалиев вновь был пойман. В 1994 году Джумагалиев снова оказывается в психиатрической лечебнице. Но и на этот раз ему повезло. Его выписывают как здорового. Вот удивительно. Со слов лечивших его психиатров шизофрения заболевания наследственное. Это заложено в ДНК. Болезнь передается из поколения в поколение и не лечится. Но наш герой каким-то чудом вылечился. Вот удивительно. Как ему это удалось непонятно. Но позвольте мне предположить, что он не болен вовсе, а лишь скрывается от правосудия за маской болезни. После больницы он исчезает. Его след появляется лишь 27 марта 1995 года, когда он был задержан киргизским ОМОНом. Оказавшись в следственном изоляторе, тут же зарегистрировал себя экс-людоедом и потребовал журналистов. Те падки на сенсации тут же стали слетаться к нему со всех концов света. Были представители даже журнала The People. Это те ребята, которые составили топ самых желанных серийных преступников. Правда, позвольте мне умолчать, какого качества были все эти статьи. Я вообще не уверен, можно ли верить хоть чему-то, что они здесь написали. Что он съел каких-то 100 человек, убил какого-то брата, почему кто-то пишет, что его арестовали по поддельным документам. Вообще, один фарс и фантазии, которые в будущем только гиперболизировались и распространялись различными СМИ и интернет-ресурсами. Именно поэтому у меня к их эксклюзивному интервью огромное сомнение. А некоторые слова и вовсе не сходятся источниками. Вообще, если честно, есть такое ощущение, что хотели создать нового монстра. Чудовище, на которое можно показать пальцем и ужаснуться. Мол, вон он, новый Чикатило. И единственный плюс всего этого фарса, то, что там наделали очень много хороших и качественных фотографий. Ну, хоть за это спасибо. Но вернемся к фактам. Джумагалиев очень ярко открещивался, что после своего побега он никого не лишал жизни и не ел. Вот травку, рыбку кушал, а людей нет. Но вопрос все-таки остается открытым. Откуда у него модная хорошая одежда и обувь? При этом он гладко выбрят и подстрижен. Так в какой-то момент дошло еще до того, что вообще не существуют доказанные факты его преступлений. После этого Джума оказывается в специализированной психиатрической лечебнице в поселке Актас, Алматинская область. Маньяк находится там и сегодня. В больничных застенках маньяк увлекся игрой в шахматы и ремонтом техники. Он ведет себя примерно и помогает персоналу. Говорят, что некоторые из врачей считают, что Джумагалиев безопасен и может быть выпущен на волю с последующим наблюдением у психиатров ПНД. Но, к счастью, этого никогда не произойдет. В 2014 году выяснилось, что Николай Джумагалиев был причастен к лишению жизни 24-летней студентки Актюбинского медучилища Гульмирам Мирабовой 28 июля 1990 года в Актюбе. Как говорят, алматинского людоеда подозревали в этом преступлении гораздо раньше из-за специфического модуса пиранди. По одной из версий гуляющей в сети Джумагалиев написал признательное письмо, где объяснил, что он приехал в город на поезде из Бишкека на один день незадолго до преступления. В то время он скрывался от милиции. Возле одного из частных домов он увидел красивую девушку. Она стояла у ворот и он сразу понял, что это его жертва. Ночью через окно он залез в комнату девушки, совершил насильственные действия сексуального характера, перерезал ей горло и напился крови. Отрезал ей голову, а после этого срезал с нее часть плоти. Когда он выходил из дома с окровавленным ртом, его случайно увидел сын хозяев времянки, комната в которой снимала девушка. После того, как Николая задержали, у него изъяли образец спермы и крови. Они совпали с теми, что и были на теле жертвы. Но стопроцентной уверенности у следствия не было. В то время экспертиза не располагала такими точными методами, как сейчас. Вот недавно дело по убийству подняли снова и отправили наших экспертов. Дело в том, что в Казахстане стали теперь проводить геномную экспертизу. Ранее ее проводили только в Москве и это было очень дорого. И теперь эксперты поставили окончательную точку в этом деле. Но по большему счету для Джумагалиева это не значит ровным счетом ничего. Он как был в психиатрической больнице, так там и останется. Суд, естественно, признал, что он совершил это дело в неадекватном состоянии. В 2016 году пустили слух, что Колинка вновь сбежал. Но это оказалось неудачной шуткой. На данный момент к нему не пускают ни журналистов, ни экспертов и исследователей. Да и он, если честно, не особо желает этого. Ведь его молодой ребяческий дух уже поугас. И сейчас он доживает свои далеко не молодые годы в покое, без внимания пресса. Даже написал письмо, где просит забыть о нем. На момент записи этого видео Николаю 69 лет. На этом его жизнь и судьба заканчивается. В Казахстане 31 марта 2022 года вышел фильм «Три», который посвящен поискам Джумагалиева. Режиссер картины прямо сказал, что герой этого фильма не маньяк. Он не ставил цель его раскрыть или сделать глубоким персонажем. И что на документальность тоже рассчитывать не стоит. Ибо это всего лишь художественный фильм. Но к просмотру рекомендуется. Ну а сейчас перейдем к психическому статусу Николая Джумагалиева. Честно, давайте без всей этой мистификации. Про его шизофрению, его мистические обряды, волшебные отвары, дарующие ему силу и знания. Давайте без профанации, мы все взрослые образованные люди. Все, что мы отчетливо можем отметить, это заострение истероидных черт личности. Упорство, коммуникабельность, неадекватная обольстительность, манипулятивное поведение для удовлетворения своих потребностей. Ложь и лесть умеет создавать о себе исключительно положительное впечатление. Вспомните, она лично с ним не была знакома, но слышала о нем много хорошего. Он был местным авторитетом, даже для алма-атинских молодежных группировок. Начальник пожарной охраны. За хорошее поведение его условно отпустили. Неустойчивость, быстрая смена интересов и жизненных целей, противоречивая система ценностей, представление о себе, о других, о жизни, цинизм. Давайте вспомним, долго нигде не задерживался, стремился защитить животных во что бы то ни стало, что при этом не мешало ему охотиться с 12 лет. Начал испытывать отвращение к половому акту, но все еще не будет брезговать некоторыми своими будущими жертвами. Эгоцентризм, жажда быть в центре внимания, тщеславность, стремление казаться значительнее, чем он есть на самом деле, ориентированность на собственное я, как на эталон. Вспомним, со временем он присытился подвигами, о которых никто не знал, ему захотелось славы. В следственном изоляторе зарекомендовал себя экс-людоедом и потребовал журналистов. Отмечаются также идеи собственного величия. Вспомним, считал себя потомком рода Чингисхана. Захлестнули мысли о том, что именно ему нужно бороться со злом. Загорелся идеей борьбы с матриархатом. Стало казаться, что большая часть бед по женской вине. Потворство по отношению к себе, чувствительность по отношению к ущемлению собственного самолюбия, склонность к демонстративному суициду. Проникся к девушке, но та не ответила взаимностью. Платят копейки, а труд тяжелый. Также имеются признаки мифического мышления. Много читал про животных и традиции различных народов. Женщины жили не так, как велит ислам. Увлекся оккультизмом, читал книги по колдовству и черной магии. Считается, что в основе истерической организации личности лежит опора на защитные механизмы сексуализации и вытеснения, забывать неприемлемые мысли и желания или приписывать негативные события эротической составляющей, превращая их таким образом в позитивные. То есть, его глубокие обиды и фиксация на заражение венерическими заболеваниями от женщин сформировало в нем серьезные психические травмы и комплексы и трансформировало его в то чудовище, которым он стал. Кровь он пил не потому, что видел в этом какой-то оккультный знак, а просто из-за своей глупости и непонимания психологических процессов. Сам факт потребления крови возбуждал его и вызывал у него сильнейшую эрекцию. И именно это и было его целью. Именно так он оправдывал достижения и получения высшей мужской силы. Ну и важно отметить тему антропофагии или, как говорят в простонародье, каннибализма. Статистическое исследование Всемирной Организации Здравоохранения доказало, что каннибализм встречается всего у 2% населения земного шара. Если вы смотрели мой ролик о каннибализме и о его причинах, по своей невнимательности и спешке я мало уделил внимания национально-культурному и региональной природе каннибализма. Более подробно я рассуждал об этом в ролике про казахстанских маньяков сериале 5.32 Взгляните, если не видели. Касаемо самого каннибализма, конечно, можно было бы вспомнить старика Ламброза с его рассуждениями на тему особых генетических аномалий народов и патологий их мозга или патриархальность общества, продуцирующего более агрессивную среду. Но все эти доводы, к счастью, были опровергнуты современниками. Единственное, что действительно может играть роль, это тяжелые времена. Экономические кризисы, социальные, непростые периоды регионов или стран, также алкоголизация преступников. Достаточно распространенное явление, когда подвыпившая компания, не найдя для себя закуски, нападает на своих собутыльников ради нее. И, конечно же, культурный уровень и воспитание темы питания и выживания. В некоторых странах и культурах преподносятся немного иначе, нежели где-то еще. И именно от этого у некоторых поколений в голове нет-нет, да и возникнет вопрос, а каков человек на вкус? А все эти так называемые сказки, про мистические обряды. Это образ, который для себя придумал расчетливый психопат. Вспомним разговор с Дубягиным. Начальник, я тебя съем. Он на самом деле ведет себя, как маленький ребенок, который посмотрел фантастический боевичок и отыгрывает роль понравившегося персонажа при выходе из кинотеатра. Дубягиным. ему страсть, как нравится внимание и комфорт психиатрической больницы. Этот человек не заслуживает ни капли жалости к себе. Он не жертва своей болезни. Он расчетливый манипулятор, не стремящийся измениться и жить правильно. Он человек, который отчетливо понимает вайп времени и фиксацию общественного мышления на эзотерике и популярности так называемых экстрасенсорных теорий, использующий это как еще одну маску, которая прикрывает все его комплексы и обиды и неполноценность как личности. Вот и все. Он это еще одна дешевка музея психических чудес, преподносимая нам как уникальный экземпляр с неповторимым внутренним миром. Хотя этот внутренний мир не стоит пяти копеек. Обычный психопат с сексуальной неполноценностью. Вот и все. В самом конце я хотел бы задать вам вопрос. Является ли все сказанное в этом ролике абсолютной истиной в первой инстанции? Разумеется, нет. В этой истории слишком много белых пятен. Все статьи, книги, документальные фильмы противоречат друг другу и создает огромный каскад неразрешимых вопросов. Этот ролик это попытка собрать всю информацию воедино и выстроить в какую-то ровную линию повествования, которая удовлетворяет меня и мою команду. Ну и я надеюсь, что вы для себя нашли в этом ролике что-то новое. На сегодня все. Я знаю, что вы у меня умные и все ссылки, которые в описании, вы давно на них подписаны. Также канал переживает достаточно тяжелые финансовые времена и если бы вы могли, если у вас есть такая возможность, то вы можете нас поддержать на бусте, на карты и другие ссылки. Все так же в описании. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. На вас все так же пристально смотрел Фауст 21 века. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется. Музыка. 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 Музыка.